Проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий обсудили руководители производств, областного министерства труда и представители университета. Сейчас количество вакансий в Самарской области превышает количество соискателей в семь с половиной раз. Университеты и промышленные производства создают новые механизмы для привлечения на работу молодых специалистов. Ограниченность трудовых ресурсов есть, потребность есть. И вот как раз сегодня тот механизм, который будет обсуждаться, это тот эффективный действенный механизм, который может нам позволить повысить эффективность занятости и для наших работодателей обеспечить трудовые ресурсы кадры, соответственно, необходимой квалификации. В данных условиях, в которых мы находимся, нам нужно рассчитывать на себя, а для этого мы должны готовить и собственный кадровый потенциал. В рамках национального проекта «Демография» в Самарском университете имени Королева существуют программы дополнительного образования. Программы предлагают востребованные профессии на рынке. Трудоустроиться после обучения не составит труда. В 2023 году возможностью получить дополнительное образование воспользовались 6 тысяч самарцев. Сегодня мы также будем обмениваться опытом по дополнительным программам образования для различных категорий людей, например, таких, которые имеют статус безработных, либо это мамы, которые тоже безработные и находятся, соответственно, с детьми дошкольного возраста, либо это те, кто в декретном отпуске, ну и другие категории. Внедрение новых практик в образовательный процесс для подготовки специалистов проводилось совместно с Томским государственным университетом. У нас давние партнерства, ряд совместных сетевых программ, поэтому мы решили этот опыт, который мы накопили в своих собственных регионах, сегодня масштабировать на предприятия страны. Для того, чтобы привлечь молодежь работать в промышленной сфере, на предприятиях предлагают организовать ведомственные детские сады, школы и предоставлять жилье для кадров и их детей. У студентов довольно-таки большой выбор. Они очень владеют рынком и рынком труда. И, конечно, они ищут там, где им на сегодняшний день лучше, где больше заработной платы, где лучше условия. Для них переехать не составляет никакого труда в любой другой город. Поэтому, конечно, мы принимаем все усилия, чтобы они оставались у нас, по крайней мере, в Самарском регионе. Для решения проблемы нехватки специалистов-руководителей промышленных предприятий приглашают присутствовать при защите выпускных квалификационных работ. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.